коллеги добрый день сегодня 19 января 2022 года и мы начинаем с вами второй вебинар из серии сибирские узоры 2022 года тема нашего вебинара сегодня это актуальные аспекты защиты ярового рапса в условиях сибири и урала поэтому для данных для ознакомления с данной темы мы выбрали 4 спикера то есть которые будут сегодня у нас с вами вести этот вебинар первый спикер это михаил григорьев менеджер по исследованию рынка потому что она также как и зерновых нужно понимать куда движется рынок какие запасы маслосемяна есть в россии в мире да то есть как для того чтобы четко планировать будущие посевы своих масличных культур еще один специально приглашенный спикер это альбина михайловна куликова генеральный директор информационный центр органика то есть альбина михайловна нам расскажет такие интересные моменты касающие экспорта потому что для нас с вами экспорт это достаточно большой скажем так кусок рынка сбыта куда мы можем из сибири наш с вами яровой рапс продать да вот еще спикер следующие этого ольга воблова кандидатских хозяйственных наук ведущий эксперт по направлению инсектицидов с ольгой мы пообщаемся на тему вредителей как с ними бороться как скажем так удовлетворить требования наших пчеловодов чтобы не затронуть пчел и как побороть вредных насекомых которые вредят нашим с вами посевом и моя заключительная тематика будет да это будет выступление на тему инсектицидов это возможно и повышение урожайности ваших сортов гибридов ваших посев которые вы используете да для чего это нужно как это можно сделать и соответственно разберем и заболевания которые у нас распространены в нашей зоне в зоне сибири в зоне урала но прежде чем мы начнем хотел бы сказать что мы также традиционно будем разыгрывать в этом году наши в этом вебинаре наши призы у нас три вам будет разыгран три вопроса от спикеров то есть можно будет выиграть внешний аккумулятор powerbank на 10 тысяч ампер будет новогодний подарок компании сингента и можно выиграть каталог на 2022 год компании сингента напоминаю что правильно ответивший третий участник который написал в чат правильный ответ получит в этой данные подарки для того чтобы получить данные подарки нужно будет связаться с анасей бариновой на текущий момент вы видите ее контакт перед вами нужно будет связаться для того чтобы получить данные призы напоминаю что если у вас возникают какие-то вопросы вы можете их также писать в чат и мы в конце каждого выступления со спикером их постараемся обсудить потому что вопросов у я думаю у вас много да их нужно узнать обсудить посмотреть для того чтобы вы могли их потом применить уже в этом году в этом сезоне у себя на полях сейчас бы я хотел передоставить слово михаилу григорьеву михаил добрый день добрый день доброго времени всем участникам вебинара мне зовут михаил я встречаюсь исследований рынка компании сингента сегодня сегодня мы поговорим о рынке масличных культур в россии есть какие сейчас есть мировые тенденции первое первое что я хотел бы начать на самом деле да у нас сейчас вебинар вебинар про рапс но мы не можем говорить про масличные культуры в россии в контексте без основной масличной культуры у нас подсолнечник то есть сначала проговорим немножко подсолнечник потому что эта культура в любом случае очень сильно влияет на рынок масличных культур на этом слайде вы видите мировой мировое производство подсолнечника то есть данные министерство сельскохозяйства сша то есть видно что везде во всех крупных производителях помимо аргентина крупного но существенного производителя везде сильно увеличилось производство подсолнечника в этом году естественно основной основные два игрока это россия украина украина 24 процента производства этом году увеличилось в россии на 17 почти процентов а также больше было произведено в с румынии болгарии под подсолнечника вот и в общем то в общем и целом у нас получается что было произведено на 8 миллионов тонн больше в этом году мире и это это существенно это существенная по сути это рекордным производства культуры вот при прочих равных условиях конечно такая такое большое производство но могло бы обозначать существенное снижение мировой цены на эту культуру ну в частности даже не на подсолнечника подсолнечного масла но пока не происходит снижение снижение мировых цен на масла и поэтому сельхозпроизводители вот в этих странах получают определенные дополнительные преимущества в виде дополнительной прибыли ну естественно как вы все знаете как и в рынке зерновых в россии существуют ограничения то есть они были введены с сентября этого года была введена экспортное пошлина на вывоз подсолнечника как сырья и экспортная пошлина на вывоз подсолнечного масла получается что вот здесь вот у меня то ошибка тут не подсолнечника подсолнечное масло экспортная пошлина устанавливается ежемесячно и действует она таким образом есть цена от Отсечение 1000 долларов – это беспорщенный вывоз подсолнечного масла, ну, 1000 долларов в окно в российском. Дальше, каждый, предположим, 100 долларов, 30 долларов – это дополнительная вырубочка для переработчиков, ну, и, соответственно, она по цепочке идет для дополнительной прибыли для сельхозпроизводителей, и 70% забирает государство. Точно такая же пошлина работает на зерновых культурах, только там цены от сечения другие, и, получается, здесь цена от сечения в 1000 долларов на подсолнечное масло – это достаточно лояльная цена от сечения. Вот, но в то же время действует еще и пошлина на сам подсолнечник, она запретительна, 50%, но не менее 320 долларов за тонну, и будет она действовать с 1 июля 2021 года, точнее, уже действует до августа 2022 года. Ну, что можно сказать, что, в принципе, в целом, что рынок сырья вывоз запрещен, по сути, не запрещен, но он разрешен, но с такой пошлиной это практически невозможно. А рынок подсолнечного масла облагается, так называемой, демпферной пошлиной, и поэтому, конечно, определенные сверхдоходы сельхозпроизводителей на этом рынке, они уходят в государство. Ну, и тут внизу поставлена цена пошлиной на подсолнечное масло, она останавливается ежемесячно, на январе она 281 доллар, на феврале она немножко будет ниже, она будет 251 доллар. Где-то в 10-15 числах каждого месяца эта пошлина останавливается. Что касается производства подсолнечника в России, то есть я показал на первом слайде по странам, здесь вот по федеральным округам. То есть мы видим, что везде увеличилось производство, в частности это связано с увеличением посевных площадей, из-за плохой перезимовки озимых культур. Но я здесь останавливаться сильно не буду, потому что здесь, в принципе, все все знают. Только хотел бы обратить внимание на сибирский федеральный округ, ну, чуть-чуть на уральский, потому что тут не очень большой объем. Ну, вот на сибирский федеральный округ здесь на 35% производства подсолнечника больше в этом году. Что с ценами на эту культуру? То есть вот, как вы видели на предыдущих слайдах, что есть определенная цена отсечения в 1000 долларов. Вот сейчас цена на подсолнечное масло, она 1300 долларов. То есть и получается, что вот из этих 300 долларов 280, которые пошлина сейчас действует, она забирается государством. И реальная цена для переработчиков, а по цепочке это и влияет на сельхозпроизводители, она чуть больше 1000 долларов. Вот. Очень хорошо видно вот на соседнем графике по ценам на подсолнечник, что вот эта вот пошлина, она действует таким барьером для повышения цены внутри страны. То есть единственное, что может поменять это, это вот как сейчас случилось, это увеличение курса доллара по сравнению с рублем. Цена может немножко подрасти. Но в то же время хотелось бы отметить, что вот этот демпферный механизм, который введен государством, он одновременно еще и защищает от снижения цены на подсолнечник. И поэтому мы видим, что вот такая вот стабильная цена. Конечно, большое производство в стране, оно давит. Оно давит, и в какой-то момент, скорее всего, мы увидим, если у нас курс доллара будет стабильным, плюс-минус, на каком-то уровне, неважно на каком. То мы увидим, конечно, какое-то снижение внутренней цены, независимо даже от внешней конъюнктуры, потому что, в принципе, производство рекордных подсолнечников. И вот есть такие ожидания. Но сейчас в краткосрочном периоде, наверное, там месяц, может быть, две недели, точно, скорее всего, будет небольшое увеличение по подсолнечнику. Потому что цена на нефть растет, мировая, и это достаточно сильно связано с растительным маслом. То есть цена на нефть имеет определенную корреляцию с растительным маслом, в частности, тоже с подсолнечным. Поэтому может подрасти мировая цена. Ну и курс доллара, который сейчас уже 7,7 рублей за доллар, может немножко в краткосрочном периоде повысить цены на подсолнечник. Но, опять же, фундаментально, можно сказать, что большое производство оно будет давить. Не буду сильно дальше останавливаться. Дальше мы перейдем на рынок соя, как второй масличной культуры. То есть это тоже рынок, который достаточно сильно важен для региона Сибирь, так как сюда тоже входит Дальневосточный федеральный округ. Здесь кратко я скажу, что, в принципе, цены последние, будем говорить, последние полгода имели тенденцию к снижению после бурного роста. Это связано с снижением закупок Китая соя. Но вот последние буквально месяц, полмесяца у нас образовался снова рост этих цен мировых на сою, связанных с неблагоприятными погодными условиями в Южной Америке. Буквально это произошло последние три недели, там засуха. Как это отразится на внутреннюю цену на сою? Ну, скорее всего, это никак практически не отразится на цену на сою в центре России. Потому что в центре России больше соя живет немножко своей жизнью и зависит от спроса внутренней переработки, которая сейчас существенна. А вот цена на Дальнем Востоке, она все равно будет зависеть от цен мировых на сою. То есть вот вы видите, что в последнее время она снижалась вслед за мировым рынком сои. Несмотря на то, что на сою тоже действует пошлино в размере 20% с 1 июля 2021 года. Но поскольку на Дальнем Востоке там нет других альтернатив, есть переработка, но, естественно, производство превышает переработку. Поэтому экспортировать необходимо, в частности, в Китай. И поэтому цена на Дальнем Востоке, вот эта зелененькая кривая, она достаточно сильно коррелируется с мировой ценой. Ну и, скорее всего, может, она немножко сейчас пойдет вверх вслед за мировыми ценами. Здесь также производство сои. Вы видите, что везде оно выросло. Тут я останавливаться сильно не буду в России. И теперь переходим к рапсу, к нашей культуре, которая посвящена Лебедна. Здесь я постараюсь поподробнее рассказать о том, что мне известно. Посмотрите на мировое производство рапса в этом году. То есть здесь есть, конечно, страны, которые увеличили производство. Прошу не обращать внимания на Китай и Индию, потому что, в принципе, производство в этих странах, оно для внутреннего потребления. А все остальные страны, страны или категории, будем так говорить, как Евросоюз, там 27 стран туда входят. В принципе, помимо Канады, основные страны увеличили производство рапса. Но основной производитель в мире снизил производство на 35%. Это связано с неблагоприятными погодными условиями. В 2021 году на территории Канады была очень сильная засуха. Поэтому на 35% или около 7 миллионов тонн снизилось производство. Это очень сильно повлияло на рынок рапса. Несмотря на то, что и так были цены достаточно сильно разогнаны мировые на рапс. Были определенные нюансы по перезимовке азимового рапса в предыдущие годы в ЕС. Нехватка была рапса. Но в этом году у нас получилось недопроизводство в крупнейшем производителе. И поэтому на следующем слайде вы увидите вот такую вот картину. Это ценовая конъюнктура рынка рапса мировая. Это цены на биржи мотив французской. То есть они, в принципе, отражают динамику цен везде. То есть мы видим, в последние 4 года цены были, в предыдущие 4 года, до последних 2 лет, цены были достаточно стабильные, особо никуда не двигались. Потом в предыдущем году, вот эта черная кривая, сильно началось увеличение цен на рапс. Это, опять же, было связано с плохой перезимовкой рапса в ЕС. То есть его цены достигли 605 долларов за тонну на конце предыдущего года, маркетингового года, то есть в 20-м году, июль 20-го года. Июль 21-го года, прошу прощения. Вот, и стартовая точка с июля 21-го года, не урожай в Канаде, началось снова достаточно серьезное увеличение рынка. Вот, и цена на текущий момент, она достигла 871 доллара за тонну на бирже мотив. То есть это, ну, цена запредельная. То есть, ну, все участники, наверное, рынка, они понимают, что, ну, вероятно, там, при стабилизации мирового производства в следующем году, а оно ожидается, скорее всего, потому что, ну, маленькая, скорее всего, вероятность, что основной производитель культуры повторит неудачный год. Она, конечно, есть, но вполне возможно, что стабилизируется мировое производство. И поэтому можно ожидать снижения, там, цены, вот, она достигнет какого-то уровня, либо стабилизируется, и дальше в следующем году уже будет новая какая-то кривая, и, скорее всего, она будет угрожать некоторое снижение. Вот, но никакой трагедии абсолютно не происходит для производителей РАПСа, в частности, в России, потому что цена останется на исторически очень привлекательном уровне. Вот. Что у нас происходит внутри страны с ценой на РАПС? Получается, что исторически РАПС, он находился, ну, примерно в паритете, может быть, там, с подсолнечником, где-то между СОИ и подсолнечником находился, вот, в сезоне 20-21 годов. А вот сейчас цены на РАПС внутренние, средние по России выше, чем и на подсолнечник и на СОИ. Получается, что, ну, это все происходит из-за мировой конъюнктуры, которую вот вы видите с левой стороны. То есть, что дальше? Дальше, скорее всего, стабилизация производства и мирового, и дальше, возможно, снижение цен. Но, опять же, цены, они будут достаточно на привлекательном уровне для себя воспроизводителей, и, скорее всего, это очевидно. Какие экспортные ограничения на рынке РАПС? К сожалению, у нас тоже действует пошлина, она была введена с 1 июля 2021 года и будет действовать до 31 августа 2022 года. Дальше правительство будет решать, продлять эту меру или не продлять. 30% – это пошлина на вывоз РАПС. Она, нельзя сказать, что она запретительная, вот, но слихозпроизводители, переработчики, работая в одной цепочке, конечно, предпочитают уже вывозить на экспорт продукты переработки, в частности, маслом. На следующем слайде вы можете увидеть, как изменилось производство РАПСа в России в 2021 году. Ну, тут статистика говорит о том, что на 8% производство РАПСа увеличилось, это рекордное производство масличной культуры в этой стране. На 10% увеличилось производство РАПСа в центре и на 30% до 1,2 миллиона тонн в регионе Сибирь. С текущими ценами можно сказать, что вероятно, что пассивные площади снова увеличатся РАПСа, потому что сельхозпроизводители будут ориентироваться на эту культуру в следующем году. Ну и, скорее всего, производство РАПСа в Сибири увеличится. Конечно, не стоит ожидать повторения текущего уровня цен, но, опять же, повторюсь, что уровень цен будет очень и очень достойным, если мы возьмем средние годовые тенденции. И вот последний мой слайд – это вот вопрос от меня, участников вебинара. Какая сейчас текущая цена РАПСа на бирже Мотив? Ну, на моем слайде сейчас текущая цена на бирже Мотив, она может отличаться, если вы посмотрите. Но вот какая была цена на моем слайде? Мне кажется, все, Сергей. Да, Михаил, спасибо. Пока у нас отвечают люди, да, я думаю, может быть, я небольшую подсказочку поддам, да, потому что мы все-таки живем в России и привыкли считать рублями. Вот. Бирже Мотив, она немножко в другой валюте, не в рублях. Пока у нас отвечают, давай, Михаил, обсудим. То есть, как бы, вопрос у меня такой вот. На твой взгляд, какая на текущий момент сельскохозяйственная культура, именно масличная, да, которую ты вот сегодня показывал, подсолнечник, соя, либо РАПС, будет востребована на рынке России в следующем сезоне? На самом деле ответ простой – все. Тут дело в том, что по своим доходности масличная культура, конечно, все-таки превосходит. Тут зерновые, зерновые, они более стабильны, тут масличные, они могут быть более волатильными в доходности, но для отдельного региона, для каждого, у нас в России большая страна, и для каждого региона, конечно, своя масличная культура, она в приоритете. Если говорить про Поволжье, конечно, Поволжье никуда не денется в производство подсолнечника, это очевидно. Там Дальний Восток тоже будет развивать производство сои, и ориентированные, экспортно-ориентированные тенденции в Китае не продолжатся. Что касается Сибири, конечно, для Сибири производство РАПС является одним из приоритетов, и, как я сказал в своей презентации, скорее всего, сельхозпроизводители Сибири увеличат еще производство. Могут быть немного расстроены, может быть, снижением цены от текущих показателей, но, опять же, цена останется в достаточно приемлемой зоне для сельхозпроизводителей, поэтому ответ, Сергей, на твой вопрос, скорее всего, для каждого региона, своя культура, она будет в приоритете. Но, в целом, наслечные культуры, они в дальнейшем будут развиваться в стране. Еще один такой немаловажный факт, что перерабатывающие мощности постоянно подрастают во всех регионах страны, и поэтому, скорее всего, при отсутствии еще более ужесточения экспортного режима, потому что еще экспортный режим может неким образом сказаться на планах сельхозпроизводителей, но, скажем так, при текущих экспортных ограничениях они помягче, чем для зерновых культур. Поэтому сельхозпроизводители будут в ближайшее время, скорее всего, не то что менять силу, а оборот, но более пристально обратят внимание на наслечные культуры. Но они уже это сделали, я думаю, в последние несколько лет. То есть рапс, да, то есть масличная культура, они, в принципе, остаются самыми маржинальными на текущий момент культурами для возделания в сельском хозяйстве. Спасибо, Михаил. У нас есть победитель, у нас есть правильный ответ. Это Александр Чумаков. Александр, просьба связаться с Анастасией Бариновой. Поздравляю вас как победителя. Еще раз напоминаю, если у вас есть вопросы, пишите, пожалуйста, в чат. На этом мы с Михаилом попрощаемся. Михаил, спасибо большое. И я бы хотел бы сейчас пригласить нашего специально приглашенного гостя. Это Куликова Альбина Михайловна, генеральный директор ООО «Информационный центр «Органика». Альбина Михайловна, добрый день. Добрый день. Прежде всего я хочу всех поздравить участников нашего вебинара. И, конечно, весь коллектив фирмы «Сингента» с крещением. И пожелать нам, чтобы мы на самом деле были счастливы, удачливы и имели хорошие результаты. Ну, я продолжаю тему, о которой мы сегодня так вот уже говорили о РАПСе. Хочу сразу показать, что, по большому счету, продолжая тему экспорта РАПСа, да, хочется сказать о том, что сегодня эта культура привлекательная для очень многих стран. И, конечно, это Европейский союз, конечно, это Китай, конечно, это Монголия. И, наверное, мы все-таки, в общем-то, в большой степени развитию вот этой культуры, ну, должно быть в некоторой степени, надо отметить, конечно, активность Китайской народной республики, которая пробудила нас к тому, чтобы мы занимались производством масличной культуры. Это без сомнения. То есть то, что тот ажиотаж, который начинался с 2014-2015 годов, без сомнения, увеличение площадей ежегодно под эту культуру, конечно, позволило нам очень активно, многим сельхозтоваропроизводителям сменить свои посевные площади. Итак, если мы смотрим на посевные площади нашей Новосибирской области, то нужно обратить внимание, что, начиная с 2018 года по 2021 год, у нас были несколько, некоторое падение в 2020 году и потом рост в 2021. Чем это вызвано? Ну, прежде всего, многие сельхозтоваропроизводители увлеклись этой культурой до такой степени увеличения посевных площадей, что посчитали ее как монокультуру. Естественно, в такой ситуации возникают очень сильные фитосанитарные риски, и мы помним о том, что сильнейшее развитие вредителей заставило некоторых многократно обрабатывать свои площади, затем некоторые посчитали, что проще вообще это все запахать. Но, тем не менее, в 2020 году было принято решение о субсидировании развития масличных культур, в том числе и Новосибирская область попала в этот проект. И таким образом, в общем-то, из масличных культур субсидирование попадает на сою и на рапс. Но, что касается сои, эта культура достаточно стабильна, у нас нет увеличения посевных площадей, вы видите, что здесь практически все ровненько на протяжении четырех лет. Но, что касается рапса, то, без сомнений, идет его подъем. Нельзя сказать, конечно, сегодня еще и про лен, потому что сегодня лен просто сделал очень большой рост за последние 2-3 года. Сегодня это очень приличная площадь, где 108, почти тысяча гектар занимает посеву льна. Но, прежде всего, это связано с тем, что лен единственная культура, которая в основном экспортируется в Евросоюз и экспортируется в Китай. Она осталась единственной культурой, на которой не введены пошлины. Поэтому, возможно, как уже сказал правильно Михаил, о том, что по всей вероятности, учитывая, что мы практически прекратили экспорт сырья в Китай, в отношении рапса в 2021 году у нас не было. РАПС в основном разошелся на предприятие переработки, отправляли его в Белоруссию, то есть движения в Китай не было. Это вот один из факторов, что, прежде всего, чтобы был экспорт, нужно, чтобы все выстраивалось. Желание и получение прибыли сельхозтоваропроизводителям, те платежи, которые платят зернотрейдер, когда везет экспортер, да, и, соответственно, цена, по какой цене готова взять страна ту или иную культуру. Здесь были определенные ограничения, и вот сразу видно, что экспорта нет, потому что увязки нет в цене. Поэтому здесь, собственно говоря, как сложится ситуация в 2022 году, но, тем не менее, сегодня уже видно, что тенденция на переработку, едет рапсовое масло, и с каждым годом экспорт его увеличивается, с ним более ситуация понятна, меньше требований. Поэтому сегодня, наверное, параллельно будет развиваться и увеличение площадей посевных, потому что это очень маржинальная культура, и одновременно будет усиление идти со стороны, конечно, наших переработчиков. Ну, если еще раз вот так вот посмотреть на экспорт, что это национальный проект, естественно, что все заинтересованы в увеличении экспорта. Ну, наша область по-прежнему, мы можем сказать, что у нас равная доля масличных культур, зерновых культур. Вот почти 137 миллионов долларов оценивается экспорт масличных культур. Вот, и это как раз неплохие показатели. Но география может быть различная. География, конечно, мы можем как вести как на Запад, так и на Восток. Восток, кроме того, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, она ведет переговоры со многими странами, и постоянно появляются какие-то очень четкие требования тех или иных стран. Поэтому здесь будет понятно, куда экспортер может сориентироваться, и куда экспортер может учесть те требования, которые есть. Ну, прежде всего, почти между всеми странами существуют определенные международные договоренности, и, прежде всего, эти требования в части фитосанитарного контроля. Требования по карантину предъявляют 105 стран. Они опубликованы все на сайте Российской Федерации. Можно будет их посмотреть, с ними ознакомиться по тем или иным странам. Требования по показателям безопасности определили 88 стран. Они различные. То есть для кого-то очень важно наличие ГМО. Кстати, Китай очень требовательный к тому, чтобы обязательно отдельные протоколы оформляются, на продукцию, что есть содержание ГМО, нет содержания ГМО. И, естественно, что входные лабораторные исследования, которые они проводят государственными структурами, естественно, этот показатель отслеживается. Если говорить о Вьетнаме, для Вьетнама очень главный фактор является остаточное количество пестицидов. Они рекламентируют очень большое количество, больше сотни, которые должны быть обязательно представлены, документы на наличие остаточных количеств. Ну и, конечно, требования по качеству. Как и правило, требования по качеству их прописывают в контрактах. И уже спецификация по тем или иным показателям будет обычно определена. Ну, если поговорить в целом об экспорте Китая, потому что он заслуживает внимания и все-таки для нас является ближайшим соседом, и, наверное, все-таки еще потенциал далеко не раскрыт. Мы имеем достаточный запас посевных площадей, можем увеличивать эти площади. Да, мы научились технологически подходить и выращивать эту культуру. Мы начинаем разбираться в средствах защиты растений, то есть выстраивать комплексную систему защиты. Поэтому сегодня, конечно, требования, которые предъявляются в Китае, для нас очень важны. Ну, еще в 2015 году между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Китайским главным государственным инспекцией по каротину был заключен договор, подписаны соответствующие соглашения. И вот начиная с 2015 года, по существу, но с небольшими поправками действует все по-прежнему вот этот протокол. Значит, соответственно, мы должны соблюдать санитарные правила, которые устанавливает законодательство Китайской Народной Республики. Они в основном в части именно показателей безопасности. Вот. Поэтому периодически, мы потом попозже, я скажу, мы все-таки получаем отдельные нотификации из ряда стран. Ну, и новые новшества, которые требуют китайское законодательство, это о том, что прежде всего сейчас, 1 января 2022 года, во-первых, все экспортеры должны находиться, производители, хранители, они должны находиться в информационной системе Цербер. Это система в ГИС Росельхознадзора, но при этом проходит взаимное согласие, соглашение между китайской стороной, представляет интересы аналогичная структура, которая раньше-то была QCQ, сегодня это фирма, сегодня это ГАЗ. Вот. То есть, соответственно, должен быть обязательно, обязательно должен реестр быть электронный, согласованный двумя странами. Если раньше, когда мы начинали, в 14-15-х годах можно было, там, знаете, на бумажных носителях взять какое-то разовое разрешение, была некоторая система непонятна, потому что заявки поотправлялись в центральный аппарат, значит, соответственно, территориальное управление Росельхознадзора на каком-то этапе не были активными в этом процессе, то сегодня уже можно сказать, что процесс цифровизации набирает обороты, практически в системе Росельхознадзора очень много информационных программ, и теперь идет вот отслеживание всех этих вот моментов. Ну, я уже сказала об этом протоколе 2015 года, немножко изменилась его редакция в 2019 году, но по-прежнему протокол, он касается ряда культуры, это кукуруза, рис, соя, рапс. Хочу обратить ваше внимание, что вот почему именно развитие, может быть, экспортного потенциала, оно все-таки рассчитано на сибирский, дальневосточный федеральный округ. Дело в том, что часто возникают вопросы, вы знаете, что большое производство у нас в Южном федеральном округе, и иногда наши экспортеры спрашивают, можно ли нам оттуда привезти рапс, но надо помнить, что сегодня очень важную роль играет именно вот та сторона, где именно производство было этого рапса. И сегодня Китай, он берет только с ученым фитосанитарных рисков, с учетом того, с чем они могут встретиться, без сомнения, вот два региона, два больших округа имеют возможность только экспортировать в Китай. Ну, сейчас хочу несколько просто аспектов выбрать в этом протоколе, потому что для сельхозтоваропроизводительное именно логарифм действий играет большую роль. Значит, ну, прежде всего, с 22 июня 2020 года была подана заявка, предполагаем, что все, кто хотел экспортеры, все, кто хотел попасть, уже находятся в системе Цербер. Эта работа уже проводилась весь 2021 год. Вот, фактически, все, кто к этому каким-то тем или иным образом с этим связан, многие зернотрейдеры, они следили за теми сельхозтоваропроизводителями, с которыми у них партнерские отношения, с которыми они работают, и пытались их вносить. Вот это первый этап, это прежде всего нахождение сегодня в информационных программах. Второй момент очень важный, что начинается с фитоанализа семенного материала, с которым вы начинаете работать. Вот, кто может проанализировать, кто может сделать. Это, как правило, референтные центры, которые подчиняются непосредственно федеральной службе, но на территории Новосибирской области, на территории Алтайского края, это филиалы Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории выполняют эту работу, на территории Омска это Омский референтный центр, действует еще Красноярский референтный центр, на территории Кемерово это уже Кемеровский филиал Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории. То есть там в структуре непосредственно вот этих аналитических учреждений тоже идет реформа, и там идет некоторый процесс объединения и реформирования. Ну, следующий очень важный момент после фитонализа семян – это обязательно мониторинг. Для этого подается заявка, и осуществляется этот мониторинг уже на полях, оценивается тот перечень сорных растений, тот перечень вредителей и болезней, с которыми могут столкнуться специалисты, непосредственно на полях. Вы должны знать свои кадастровые участки, вы должны, соответственно, подавать заявку в соответствии со своими площадями. Сейчас начали, если на первом этапе мы хаотично начинали эту работу, когда вот, собственно говоря, я еще работала в лаборатории, но теперь уже есть форма отчетности, по которой сельхозтоваропроизводители подают свою отчетность в статистическое управление, и, соответственно, пассивные площади должны быть с этим увязаны. Ну и последний момент – это уже непосредственно оформление фитосанитарных заключений, соответственно, фитосанитарных сертификатов на основе этих заключений. Чтобы получить сертификат, нужно иметь заключение по фитонализу семян, нужно иметь заключение по мониторингу, и только тогда вы можете, соответственно, попасть в эту систему. Теперь, ну, поговорить о некоторых вредителях. Я немножко перескочила. Значит, ну, раз мы говорим про требования, то хочется сказать о Китае еще о том, что на самом деле РАПС играет очень большую роль именно для Китайской Народной Республики. Мы не можем сказать, что наш менталитет такой, что мы в равной степени на одну линию можем поставить подсолнечник РАПС. Конечно, у нас внутренняя ситуация совсем другая, и приоритеты наши другие вкусовые. Ну, что касается РАПС, они достаточно активно занимаются своим производством, имеют почти 7 миллионов гектаров, выращивают. 50% всего РАПС они используют для использования как пищевой продукт. Имеют достаточно очень большой объем, от 13 до 14 миллионов тонн они его убирают, но, тем не менее, они покупают. Им этого недостаточно, и, как правило, они экспортируют. В этом году они достаточно много завезли из Канады. Вот. Ну, очевидно, здесь тоже играет ценовая политика большую роль, потому что введение пошлины сделало, ну, решило у нас некоторые конкурентоспособности, вот, в сравнении с другими странами. Ну, в 2006 году был принят закон Китайской Народной Республики, который в части затрагивает показатели безопасности. Было особое постановление принято в 2007 году по надзору в этой части. Ну, и в 2017 приняты государственные стандарты по безопасности пищевых продуктов, в том числе и зерна. Ну, значит, ну, особенности рапса. Мы по-разному понимаем понятие рапса. Значит, если в Канаде и североевропейские страны, то это только семена рапса и сурепицы. Кстати, у нас некоторые сельхозтоваропроизводители тоже продают семена, как рапса. Это семена зимой сурепицы. Ну, зимует она у нас по-разному. То есть в разных регионах люди пробуют выращивать сурепицу. Она имеет, конечно, несколько нижние показатели по масличности, но, тем не менее, в отдельных регионах, наверное, она тоже будет иметь определенное значение. Если мы говорим об Индии, то Индия понимает, как семена сурепицы и сарепской горчицы. А Китай за семена рапса считает все. И семена рапса, и сурепицы, и сарепской горчицы. То есть для них это такое очень объединяющее понимание. Сам по себе рапс по своему химическому составу здесь имеет две особенности, которые либо ухудшают его качество, либо улучшают. Это присутствие и наличие руковой кислоты в глицеринах и, без сомнения, содержание, конечно, глюкозиноватых. Ну, в последнее время, конечно, это прежде всего селекция определенных сортов. Как правило, ну, обычные традиционные сорта содержат 42-52% руковой кислоты, ну, в сумме жирных кислот, масла, и 4-8% глюкозиноватых. Ну, стандартные методы, которые в нашей стране используются, это ГОС-3418, по которому мы это определяем методом газожидкостной хроматографии. И, соответственно, значит, можно будет это все сделать. Ну, что касательно глюкозиноватов, то метод, который зарегистрирован у нас, анализируем мы по ГОСТу 10583 в нашей стране. Вот, как правило, в этот ГОС определяем влажность, содержание примесей, содержание масла, кислотное число масла, жирно-кислотный состав и содержание глюкозиноватых. Но глюкозиноваты на самом деле достаточно вредные, они вызывают, особенно те, кто страдает щитовидной железой, они вызывают негативные процессы, они влияют на дыхание, поэтому, конечно, в идеале их содержание желательно, конечно, иметь в минимальном количестве. Ну, многие европейские страны, вот, начиная в европейских странах, там и сегодня уже внедряются сорта, которые имеют двойное двухнулевое присутствие, то есть они пытаются минимально сократить присутствие руховой кислоты до 2%, 25, значит, миллиметров на... глюкозинолатов, ну, и сейчас страны стремятся к тому, чтобы еще этот показатель улучшить и довести до лучших, соответственно, требований. Ну, что касательно нормативов и стандартов на РАПС, которые, собственно говоря, действуют сегодня в Китае, вот, по этим стандартам они используют Международные федерации торговли маслом, то есть стандарты ИСО, вот, и засоренность на сегодня, они допускаются 2-2,5%, но тем не менее, вот, когда были, знаете, проблемы, вы себе вспомните этот момент, когда с Канадой шли определенные трения, тогда китайцы, значит, у них была информация о том, что для того, чтобы принять экспортные партии, будет доведена засоренность до 2%. Это достаточно, не каждый производитель может довести, и не каждый переработчик может довести до 1%, надо иметь хорошую систему для сортировки. Ну, теперь, что на, прежде всего, обращают внимание они на грибковые заболевания, черная ножка, и у нас был такой случай, неприятный прецедент в предыдущие годы, когда РАПС отравленный из Кемеровской области был отмечен. Сегодня, значит, очень важную роль играет наличие карантинных организмов, то есть они сравнивают с тем списком, который вот прописан в этом протоколе, и, конечно, отсутствие ГМО. Ну, у нас в 2020 году была неприятная нотификация в адрес наших коллег, это Омская область, где была отправлена, именно РАПСы были отправлены в Китайскую народную республику, и отмечено наличие и содержание в них ГМО. Ну, что касается административных мер, то, как правило, предусматривается определенная структура, о которой я уже говорила, есть определенные инспекции, которые, какой бы бизнес ни был, как бы между собой не договаривались, но, тем не менее, и с нашей стороны, и со стороны Китая действуют государственные структуры, которые выполняют именно полномочия в части оценки качества и безопасности продукции при таких экспортно-импортных операциях. Ну, если мы говорим о 17 видов, на самом деле в Китае очень много карантинных организмов, и, собственно говоря, вот 17 видов, которые они выделяют, считают как наиболее опасные, и, прежде всего, их просматривают в тех партиях, которые пребывают. То, что вы видите на слайде в красном отмечено, это то, что, в принципе, может находиться на территории Новосибирской области. Да, у нас были небольшие, конечно, повелики, небольшие очишки были в Маслендском районе, были эпизодические очишки, амброзии, которые завозились, как правило, даже вездорожные тупики. Ну, рядом с нами, в Алтайском крае, и, собственно говоря, рядом с нами может быть и послен колючий, и корчак ползучий, поэтому здесь, конечно, вот этот момент очень требует контроля, особенно у нас с Вербига на ряде территорий отмечается ее присутствие в естественном. Для этого и делается, собственно говоря, мониторинг, да, для того, чтобы мы поднимали степень застаренности тех или иных полей. Ну, теперь мы говорили о том, что сегодня еще дополнительные требования, которые выставляют, нужно вести мониторинг в складских помещениях, в тех местах, откуда будет экспортироваться непосредственно РАПС. И здесь, конечно, ловушки, они касательные, прежде всего, вредителей, это различные формы долгоносиков, зерновки, вот, то, что мы можем вполне встретить на нашей территории. Ну, и для нас тоже не исключение фамоскористоцветных культур, на которые тоже обращается внимание. Поэтому здесь, конечно, вот в целом питосанитарные службы должны перед тем, как дают заключение, должны вот эти все моменты, очень острые, их отследить и посмотреть. Ну, теперь хочу сказать, что если в 2020 году, мы уже говорили, было несколько нотификаций, их было 17, то в 2021 году Российская Федерация получила 34 нотификации в адрес той продукции, которая была оправлена. Из ней часть попадает на масличные культуры, но в основном, конечно, это зерновые культуры и особенно Кричиха. Ну, вот мы уже говорили по ГМО, значит, это от наших соседей, было обнаружено в РАПСе и в соем масле российских производителей. Теперь хочу обратить ваше внимание на тот момент, какие требования сегодня предъявляет Евросоюз. Дело в том, что, значит, ну, в 2020 году было отмечено, когда под видом органической продукции наши томские коллеги, соседи отправляли РАПС, а там содержание не теми токсана в 78 раз превышало допустимые уровни. Это, конечно, вообще вопиющий случай, но, тем не менее, вот обращает внимание еще вот случаи, когда из ряда областей из Курской, Липецкой, Брянской, Воронежской области была отправлена гречневая крупа и превышение глифосатов было отмечено в 57 раз. Ну, и с ряда стран, особенно много с Вьетнама приходится, с Египта приходит различных нотификаций, и в этом году их не меньше. Вот, поэтому здесь в основном это, конечно, наличие тех или иных карантинных сорняков, это какие-то показатели, которые касаются показателей безопасности. Вот, сейчас, вы знаете, ну, несколько изменилось, несколько новаций, и хочу я, чтобы все, в принципе, понимали, что, без сомнения, защитные мероприятия и использование средств защиты растений играют очень большую роль в сельскохозяйственном производстве, но мы должны помнить еще и о том, что это должно быть очень правильно, грамотно и профессионально выполнено, и, без сомнения, не иметь особых негативных последствий. Но, в силу того, что нотификации стали увеличиваться, вот, особенно в части экспорта, вот, с 1 января 2022 года, вот, соответственно, с прошлого года было принято постановление, по которому Россельхознадзор получил возврат полномочий, в свое время это когда-то было, вот, в начале деятельности Россельхознадзора в части государственного контроля в области безопасного вращения пестицидов и акрохимикатов. Как будет выполняться это? Ну, прежде всего, все сельхозтоваропроизводители с 1 января должны находиться в синергетической лице, индивидуальные предприниматели, все, кто работает с пестицидами и акрохимикатами, должны находиться в информационной системе Цербер. Ну, в этом плане очень во многом помогли Россельхознадзору, непосредственно представители многих компаний, которые занимаются торговлей пестицидов. И, собственно говоря, этот вопрос решили. Дальше хочу обратить ваше внимание, что если вы планируете свой экспорт в Евросоюз, то должны помнить о том, что практически 27 стран Евросоюза на сегодня по материалам ВОЗ, они прекращают принимать продукцию, которая обработана глифосатами, вот, в силу того, что, ну, выявлены очень высокая его токсичность в отношении к человеку, животных, и неокотиноидосодержащим. Это вот как раз теаметоксан относится к этой группе. Ну, и поэтому здесь в будущем планируется, что заработает с 1 июля 2022 года программа, которая называется Сатурн, где необходимо будет отображать, соответственно, все обработки, все движения в части вот применения химических средств защиты растений. Ну, я надеюсь, что наша область, те, кто уже работает с пестицидами и агрохимикатами, имеют значительный опыт, могут всегда проконсультироваться, в том числе и у нас в нашем информационном центре, мы готовы оказать консультации, помощь, если какие-то вопросы в этом плане возникают. Хочу сразу сказать, что надо вспомнить про Сванпины, да, он тоже изменился в 2021 году, огромный талмуд на тысячу страниц, где нужно вспомнить о том, что мы должны вести журналы, о том, что мы должны иметь определенные допуски, все то, что было раньше, постепенно все это возвращается, ну и фактически, если у кого-то есть какие-то вопросы, пожалуйста, я готова ответить, в принципе, вся та информация, которую мне хотелось вам доложить. Альбина Михайловна, спасибо большое, это на самом деле интересный доклад, да, то есть, как бы интересное новшество, которое в этом году ввели в систему, да, то есть, как бы требования от стран, а вообще, то есть, как бы, я немножко не понял, может быть вопрос, а почему в этом году экспорта в Китае не было, то есть, мы по цене не прошли, и мы требовали? Да, мы не проходили просто по цене. Вот если все увлеклись дном, да, потому что основная позиция была такая, что получается производитель, допустим, хочет свои, грубо говоря, 55-60 рублей, ну, то есть, вот эта вилочка, она выполнилась между интересами экспортера, интересами сиркоспроизводителя и, соответственно, китайскими партнерами, которые готовы покупать. Если со следующего года, что очень вполне вероятно, будет введена определенная, потому что хотели на лен уже и раньше ввести, но решили удержать, потому что, собственно говоря, леном торгует только сибирский регион. Вот, только одно направление, куда мы можем оправить лен, потому что здесь потребление на внутреннем рынке достаточно ограниченное. Поэтому вот это главный момент цены. Если по некоторым данным, допустим, возможно, пошлина будет на РАПС немножко приспущена, да, то вполне вероятно, что, конечно, РАПС будет так же активно экспортироваться, как это было в 2020 году. В 2021 году, вот до ноября, где-то приблизительно было, достаточно активный процесс шоу. Спасибо, спасибо большое. Я напоминаю, что вы можете задавать вопросы в чат, чтобы мы постарались на них ответить. Альбина Михайловна, спасибо, это очень интересная презентация. На этом я бы хотел сказать вам спасибо, да, и попросить подключиться Ольгу в облову для обсуждения как раз таких тех, тех моментов, которые вот Альбина Михайловна запросила, вернее, озвучила в своем выступлении, да, то есть, по вредителям, по остаточным веществам, там, инсектицидов, да, то есть, чтобы Ольга нам поделилась и рассказала видение, как правильно выстроить борьбу с этими вредителями. Здравствуйте, коллеги. Спасибо большое, Сережа, за представление. На самом деле, вопрос достаточно сложный и обширный. Подумав, как можно его упростить, скажем так, я решила озвучить и сконцентрироваться на одном вредителе, который у нас влияет сразу, применение средств защиты растений, против которого влияет сразу на несколько показателей. И это любимый нами с вами рапсовый цветаед. В принципе, на рапсе мы формируем портфель, мы постоянно этим занимаемся. Если мы говорим про инфекцифы, то у нас есть продавители или препараты для обработки семян, которые контролируют ранних вредителей. И, собственно говоря, они не влияют на те факторы, про которые говорила Альбина Михауна, на показатели качества, соответственно, на остаточное количество. Чаще всего проблемы возникают с продуктами, применяемыми во второй половине вегетации. И, соответственно, для нас с вами чаще всего это начинается с контроля рапсового цветаеда. Соответственно, у нас сейчас на сегодняшний день зарегистрировано два продукта для контроля этого вредителя пленум и каратезион. Есть и другие вредители, которые, говоря, не менее важны. Вообще на рапсе вредителей очень много. Капустная культура очень любимая многими насекомыми, как социализированными, так и широкими полифагами. И какой встает еще вопрос всегда в отношении рапса, это опылители. Опылители, их сохранность прежде всего и защита и сохранность пасек и пчел, которые находятся в округе хозяйств, выращивающих рапс. Здесь у нас три проблемы одновременно. Нам нужно защитить культуру, проконтролировать, наговоря, чтобы ее не съел кто-то до нас. Соответственно, защитить опылители одновременно, чтобы они не погибли и, соответственно, сделать так, чтобы в остаточных количеств было минимальное содержание продукции, чтобы мы могли экспортировать как в Китай, так и в Евросоюз или куда угодно. Получается такая очень сложная задача. Она решается нелегко, скажем, сразу. И закладывать, если мы собираемся экспортировать рапс, закладывать эти риски нужно сразу. По времени, да, по времени, какие вредители с точки зрения достатков и пчел самые сложные получатся. Как я уже сказала, раптовый цветоед, крытнохоботник семенной, его интересуют уже формирующиеся семена, собственно говоря, и всякие чешуекрылые могут быть в это время белянки. Листоед может постоянно присутствовать на рапсе в зависимости от зоны. С капустной молей, капустной слей мы можем решить вопрос раньше, чем фаза бутонизации или подсветения, уйдя таким образом от проблемы опылителей и от проблемы остаточных количеств. Но сегодня мы про это говорить не будем, поговорим подробнее про рапсового цветоеда. Соответственно, чем раньше мы начнем эту обработку, тем меньше будет вероятность влияния на опылители и тем больше у нас будет период ожидания, то есть время от обработки до уборки и тем меньше у нас останется пестицидов в продукции. Соответственно, время применения продукта очень важно. Насколько рано мы можем применить пестицид против рапсового цветоеда? Выходит, он достаточно рано, при прогревании приземного слоя почвы до 8 градусов, но на рапс он переселяется только при установлении дневных температур 15 градусов. Либо тогда, когда и обычно это совпадает с моментом начала бутонизации у рапса. Где живет жук вот этот промежуток времени? Жуки являются плицеедами, они потребляют плицу любых растений, то есть они полетят туда, где есть цветущие растения. Будь то ссорные, культурные, им совершенно важно. Они будут там питаться, где-то могут быть условными опылителями, соответственно, где-то могут быть вредителями, потом они переселяются на рапс. То есть жука, светоеда интересует рапс, начиная с фазы бутонизации. В этот момент он уже переселяется на растения. Перейдя на растения, жук начинает питаться тем, что находится внутри цветка, пыльниками и пестиками цветка. То есть он выедает его еще до того момента, как цветок раскроется. И сами жуки, они очень прожорливые, поскольку им нужно чем лучше питание, чем больше питания, тем больше они отложат яиц, тем больше будет потомство, тем более оно будет жизнеспособно, это потомство. Соответственно, самка питается здесь и здесь же откладывает яйцо, из яйца выходит личинка, личинка питается пыльниками. В стандартных условиях личинка съедает только пыльники, если их уж очень много, тогда они могут съедать и пестики в цветке. По поводу того, сколько они съедают, сколько может унести рапсовый цветает урожай. Исследований очень много, вредитель есть везде, где выращивается рапс, поэтому исследований достаточно много, считается, что 5 жуков на растения снижают урожай луна в стране на 16%, 20 жуков до 50. Зона имеет огромное значение, потому что компенсаторные способности урожай от зоны выращивания очень сильно отличаются. И условия Калининграда с условиями Новосибирской области сравнивать совершенно нельзя. Один жук в среднем, жук, именно жук, не личинка, съедает 9 цветков. 9 стручков мы недополучаем при наличии одного жука на растение. Личинка съедает намного меньше. Если их немного на растении, то, собственно говоря, личинка питается одним цветком и не уходит в другой цветок. Если их, например, не одна личинка, бывает такое, что их несколько в цветке, тогда они переходят в другой цветок. Но самая опасная часть популяции это жуки. Поэтому и все экономические пороги разработаны на жуков, и прежде всего обращаем внимание именно на жука цветаеда. Есть еще сопутствующий вид, он в разных зонах, его разное количество, на юге, например, цветаеда меньше, больше вот этого семенного скрипнохоботника, он появляется чуть-чуть позже, его тоже нужно мониторить постоянно, и у него он откладывает с зачаток с ручка яйцо, и из яйца развивается личинка, которая питается формирующимся зерном прахта. И здесь встает всегда вопрос об одновременном контроле и цветоеда, и раптового семенного скрипнохоботника. Где-то в каких-то зонах они совпадают по времени заселения рапта, где-то нет, то есть этот момент нужно учитывать, нужно мониторить посевы. Вариантов защиты предлагаемой компанией цингента на сегодняшний день два, коротезион и плену. Какие здесь плюсы и какие есть минусы? Если мы говорим об остаточных количествах, нужно помнить, что, как Альбина Михайловна уже сказала, в разных странах требования разные. Наши регламенты рассчитаны на наши внутренние требования. Какие регламенты влияют на остаточное количество? Это прежде всего норма расхода, количество обработок за сезон и период ожидания, то есть время от обработки до уборки. если мы к примеру возьмем каратэ, лямбда цегалатрин, то у нас с вами требования в стране выше, чем в Китае, например. То есть при соблюдении наших требований мы гарантированно получим остаточное количество меньше, чем нужно для ввода в Китай. Есть тут прочерки в табличке, да, чаще всего про эти ДВ нужно за изменениями обязательно, чаще всего Китай следует по этим действующим веществам, так называемым кодексу общим прадовом, но так бывает не всегда, то есть в каждый момент нужно эти все вещи отслеживать. Мы сейчас поговорим про пленум, у пимитразина, у пленума на рапсе очень низкая МДУ у нас в стране, две соты это крайне низкая, одна сотая считается уже нулевыми остаточными количествами, то есть при соблюдении наших регламентов 150 грамм однократно и период ожидания 30 дней мы гарантированно получаем очень низкий очень низкие остаточное количество, которые собственно говоря позволяют экспортировать практически везде. Прежде всего стоит обращать внимание на системность или контактность вещества, от этого будет зависеть и остаточное количество тоже пленум, системный продукт, от этого зависит и эффективность препарата. прежде всего потому что нанесение у нас не всегда бывает ровным и качественным, системность продукта позволяет нивелировать некоторые моменты в нарушении технологии нанесения, но только некоторые, небольшие. Соответственно, если мы возьмем нашего рапсового цветоеда, оптимальная фаза для его контроля это начало бутонизации, в этот момент мы ведем мониторинг, подсчитываем жука, если мы насчитали два жука на растения, то, собственно говоря, время обрабатывать пришло, иначе потери будут превышать в любом случае 5% от запланированного урожая. Соответственно, еще цветения никакого нет. Если мы здесь вносим хоть каратэ, хоть пленум, мы никаким образом пчел не касаемся. Но если уже хочется совсем гарантированно, чтобы защититься от влияния на пчел, то, конечно, мы выбираем пленум. Сейчас расскажу почему. Зименного скрипнохоботника также пленум контролируют, но здесь нужно, чтобы он был сам жук в тот же момент, когда и рапсовый, когда и у нас цветовед находится на растении. Это главное требование. препараты, которые безопасны для пчел, они отличаются всегда по действию на насекомых. Это нужно учитывать. Здесь вы не увидите тотального нокдаун эффекта, как у каратэ предположим. Он есть, но он не более 30%. Питание останавливается у жука мгновенно, но умирает мгновенно только 30% насекомых. все остальные постепенно. Какой плюс, что дает нам вот этот бонус имеет очень большое значение, нет температурной зависимости. Большим удовольствием его используют пленом в теплицах, поскольку в теплицах температуры чаще всего высокие, они низкие, а влияния температурного никакого нет. на что еще стоит обращать внимание. Часто слышу, что мы обработали, а он живой. То есть быстро умирает тот жук, который был в момент обработки. Если же жук прилетает позже, то он питается, получает дозу летальную, но после этого он не питается, но в отличие от жуков, попавших под обработку, он какое-то время может летать. Вот такой нюанс есть специфика этого препарата, на который стоит обращать внимание. Как я уже сказала, препараты, которые безопасны для пчел, они не могут быть тотального уничтожения против остальных насекомых. Они имеют специфическое действие. Почему он безопасен для пчел? У него очень низкое количество, на на очень высокое количество, которое должно потребить пчела, чтобы с ней что-то случилось, гораздо выше, чем применяемые у нас в стране конкуренты, которые, кстати, в Европе тоже запрещены как опасные для пчел. И кроме всего прочего, по нашей классификации пленум относится к третьему классу опасности для пчел. и на самом деле требуется закрытие на два часа пчел от препарата, и, собственно говоря, потом уже никакого действия на пчелу он не оказывает. По нашей классификации это 20 часов, по нашему законодательству это нужно помнить, но, в принципе, этих исследований очень много, в разных странах два часа, собственно говоря, достаточно для того, чтобы культура стала безопасна для пчел. Ну, портфель, как я уже сказала, мы постоянно обновляем, постоянно наращиваем, либо изменяем этот процесс, постоянный он никогда не прекращается. Сереж, мы сразу вопросы озвучиваем? Я думаю, да. Ольга, самого внимательного вопрос, кто же все-таки наиболее прожорлив у рабства светоеда, жук или личинка? Я вижу в чате вопрос про капустную моль, да, про капустную моль, мы не стали, поскольку это такой отдельный вопрос, прям тактика борьбы, самый главный вопрос, это своевременный мониторинг, капустную моль мониторить просто, ничего сложного в этом нет, есть феромонные ловушки, которые позволяют отлавливать бабочки, бабочек, они рабочие, собственно говоря, есть температурные режимы, они просчитаны, они тоже несложные, можно считать и понимать, сколько у вас уже поколений, в поле идти все равно придется, и, соответственно, нужно помнить, что при в тот момент, когда уже сформировалось второе поколение, у вас будет популяция, все стадии насекомого одновременно, чем позже вы будете проводить обработку, тем сложнее вам будет победить этого вредителя, поскольку нету препарата, который бы влиял одновременно на имага, на яйцекладку, на личинку, и нет ни одного препарата, который бы влиял на куколку, то есть, если у вас уже из куколки в популяции, то из них выведет бабочка, и все равно она дальше продолжит свой путь. Ольга, давай я напомню, что третий правильно ответивший клиент получит памятный сувенир от компании Сингента, поэтому отвечаем в чат, и там есть у нас еще один вопрос, вопрос по скрытнохоботнику, стеблевому, стеблевому, да, для меня, честно говоря, удивительно, это больше вредитель одним варапса, он страдает юг, Калининград, центральная часть, по рапсовому, на самом деле, по скрытнохоботнику стеблевому, тоже очень важен мониторинг, ранний вредитель выходит очень рано, при прогревании приземного слоя почвы плюс 6 градусов, мониторить очень просто, ставится желтая корыца высотой над почвой 15 сантиметров, в воду обязательно, в корыца наливается вода, обязательно наливается моющее средство для того, чтобы снять поверхностное натяжение, жуки стильные, хоть и мелкие, с воды поднимаются, легко улетают, и, собственно говоря, таким образом мониториться, если вы соответственно в состоянии таким образом ословить, через 7-10 дней после того, как вы начали его отлавливать, даже с помощью каратэ очень легко от него избавиться, классическое применение флотарканики, но если вы занимаетесь экспортом, тут надо очень аккуратно с этим всем делом и с ней никотиноидами, вот тут самое главное это опять же мониторинг, мониторинг, еще раз мониторинг, да, Воль, ты ответила на следующий вопрос, а именно чем-то снять, таким продуктом, да, то есть, у нас есть победитель, да, то есть, как бы, это Иван Михайлович, Иван Михайлович, просьба связаться с Анастасией Бариновой для получения памятного сувенира от компании Сингента, я бы еще, может быть, хотел задать вопрос Ольге, потому что много, много кто спрашивает, а когда уже наконец в компании Сингента появится продукт против капустной моли, в каком году? Мы в процессе регистрации, да, все знают наш продукт Ampliga, но, к сожалению, как это, хочу огорчить всех, сама огорчилась тоже неделю назад, опять какие-то изменения у нас в регистрационной системе, и получим мы с вами этот продукт только к сезону 24-го года для официального применения. Спасибо, Вольга, раскрыла нам глаза, мы хотя бы будем понимать, когда ждать достаточно хороший продукт для борьбы с таким злостным, скажем так, вредителем. Еще раз спасибо большое, и давайте тогда перейдем к следующей теме, следующая тема, она звучит так, то есть, как бы, это болезнь нервового рапса, прогноз ситуации на сезон 2020-го года. Что же у нас, соответственно, по заболеваниям нервового рапса? На самом деле, большое количество заболеваний у него есть, сегодня мы, я, наверное, остановлюсь, немножко, скажем так, о двух заболеваниях, которые там достаточно широко распространены, что касается других заболеваний, я вот видел сегодня в самом начале нашего вебинара сразу же пришел вопрос в чат, то есть, как бы, рассказать более подробно о, получается, склеротинеозе на рапсе, да, то есть, и мерами борьбы с ними, то сразу скажу так, то есть, как бы, на текущий момент компания Сингента уже разработала школу фитопатологов непосредственно по яровому рапсу, и в марте этого года мы планируем провести ряд таких школ, именно конкретно образовательных, по, как раз таки, где мы более подробно разберем заболевания, как они, получают, как они развиваются, откуда они берутся, как с ними бороться, то есть, как бы, агрономическими способами, химическими способами, и там вот мы более подробно поговорим за эти моменты, сегодня, нежели немножечко, скажем так, пройдем вскользь, то есть, более подробно разбирать мы здесь не будем. Хотелось бы обратить внимание, да, то есть, как бы, и показать вам, то есть, вы все, в принципе, знаете, да, что, во-первых, мы спиро рапс держим чистым, да, для того, чтобы, как бы, он у нас развился, а дальше с 32 по 78 фазу у нас формируется около 70 процентов урожая рапса. После 79 фазы образуются различные заболевания, то есть, мы сохраняем его урожай, он уже сформирован. Смотрим, 59 фаза, это у нас фаза борьбы как раз таки с теми зрителями, которые Ольга сегодня обозначила, и далее уже идет борьба вот с такими уже заболеваниями, как склеротиниоз, да, как альтернариоз, вот, мы уже должны будем применять фунгициды, потому что, как показывает статистика, площади рапса, они на Урале, на Сибири, они возрастают, то есть, как бы, и, соответственно, все мы знаем, чем больше возделываем этой культуры, тем больше к нам придет возбудителей заболеваний, тем больше к нам придет вредителей, которые будут эту культуру, соответственно, поедать. Поэтому, мы вынуждены уже для того, чтобы четко получить тот запрограммированный урожай, который вы сейчас все планируете, да, применять и ситициды, и фунгициды. Что касается, как раз таки, заболеваний, перед вами перечень, который встречается у нас на РАПСе, то есть, как бы, черная ножка, про которую мы сегодня говорили, да, что это тоже карантинный, например, объект для экспорта в Китай, альтернериоз, белый огниль, пузыриозное увядание, то есть, переноспороз, фомост, серый огниль, то есть, вы можете посмотреть, где что локализируется, да, где что распространяется. Хотелось бы обратить внимание вот на альтернериоз, потому что он у нас на самом деле локализируется практически во всем строении нашего ярового РАПСа, да, и озимого РАПСа, вот, серый огниль тоже, как бы, локализируется в достаточно большом количестве. Что касается других заболеваний, например, тот же переноспороз, почему я здесь включил эту презентацию, потому что зачастую он распространен во многих территориях, да, то есть, как бы, но он может быть локален, да, какой-то год у кого-то он есть, у кого-то он нет, да, и возникает вопрос, что же за желтые пятна у нас появляются. Вот, переноспороз положен у чистого роста, то есть, если мы лист перевернем, мы увидим под листом серый такой, белесый мицелий, то есть, как бы, возбудитель, это простейший гриб, который у нас находится на растительных остатках, который у нас находится в почве, и когда у него складываются условия, он поражает наш непосредственный рапс, то есть, это один из самых, можно сказать, первых, грибных, одно из самых первых грибных заболеваний, которые мы можем наблюдать на нашем растении. Соответственно, недобор урожая от данного заболевания может быть достаточно весомым, то есть, как бы, 30% это достаточно много, но самое, что интересное, что рапс, само растение рапс, оно еще маленькое, да, то есть, как бы, и многие задумываются, стоит нам обрабатывать, не стоит обрабатывать, каким продуктом лучше всего снять данные, соответственно, данное заболевание, чуть позже тоже проговорим. другое, другое, скажем, повсеместная болезнь, то есть, как бы, она у нас находится на всех территориях, без разницы, то есть, хороший год, плохой год, она практически всегда у нас присутствует на растении рапса, да, то есть, от Дальнего Востока до Урала, то есть, она везде присутствует, это альтернолиоз. Альтернолиоз, на самом деле, то есть, у нас развивается уже в конце вегетации, более подробно, когда растение ослаблено, когда у него, у физиологические силы его покидают, растение готовится именно к созреванию, тогда альтернолиоз проявляется в полной мере. Результат повреждения альтернолиозом, это как раз-таки снижение полевой схожести, если кто-то занимается еще сортовым рапсом, то есть, полевая схожесть может снижаться в достаточно больших количествах. Снижение, самое главное, снижение массы тысячи зерен, потому что при высасывании мы недополучаем, то есть, массу тысячи зерен, недополучаем масс-личность, а многие, соответственно, кто-то именно применяет у себя в животноводстве рапс, кто-то, соответственно, делает его на импорт, и он будет полновесным, и выход масла будет достаточно маленьким, то есть, содержание масла в семянке, оно снижается, причем достаточно сильное снижение идет, поэтому это будет уже тоже неконкурентный продукт. Если у вас есть такая проблематика с альтернолиозом, то здесь необходимо применять уже продукты, которые будут его контролировать. что касается порогов экономической вредоносности, то, что на двух моментах я сегодня остановился, альтернолиоз и переноспороз, то есть, мы видим, что если у нас альтернолиоз, распространение заболеваний, где-то примерно 20-25% по нашему полю, то это уже порог вредоносности, то есть, здесь уже стоит применять продукты против него, то есть, стоит применять фунгициды, вот, это будет уже обоснованное экономическое применение фунгицидов. По переноспорозу, то есть, на самом деле, при первых признаках нам необходимо брать продукты и выходить в поле и отрабатывать для того, чтобы получить максимальную эффективность и не дать нашему пассиву погибнуть. Ну и фузырьоз получается, фузырьоз на самом деле присутствует везде, присутствует в поле, и он может проявляться по различным условиям, то есть, даже в зависимости от агротехники, да, если растения будут испытывать какой-либо стресс, то есть, фузырьозные грибы в почве всегда есть, то есть, они могут у нас проявляться непосредственно на гировом рапсе. Что касается всего растения, да, то есть, понятно, что точно так же, как и у зерновых, у пшеницы, у ячменя, то есть, когда мы с вами держим листья и стебель, стручки в полной, скажем, под полной защитой фунгицидной мы получаем стопроцентную эффективность отдачи именно того потенциала, который заложен в каждый гибрид, в каждый сорт от ярового рапса. Напоминаю, стручки – это 70%, да, а, соответственно, стебель – это в районе 35%, то есть, это фотосинтезирующая поверхность данного растения. Что касается продуктов, которые у нас есть и наиболее оптимальных сроков, которые можно применять на рапсе, то есть, в нашем портфеле есть два продукта, которые официально зарегистрированы на яровой азимный рапс. Это продукт кустодия и продукт Амистар. У каждого из продукта на текущий момент мы понимаем, есть свое предназначение, есть свое место в системе выращивания рапса, где и какой продукт лучше всего применить для той или иной борьбы именно с инфекцией. Что касается к примеру продуктов, да, Амистар Экстра, напоминаем, это азоксистрабин плюс типроконазол, то есть, стробилурин, обладающий мощным физиологическим свойством, да, и триазол, который обладает хорошим, быстрым пролечивающим эффектом, если у вас что-то уже появилось. Соответственно, норма данного продукта вообще, то есть, от 0,5 до литра на гектар, вот, идет в 5-литровых канистрах. Если брать кустодию, то это примерно похожий продукт, в нем также содержится азоксистрабин, но его чуть-чуть меньше, да, и большее количество, достаточно большое количество тибуканазола, 200 грамм. Регистрация на эровом рапсе, то есть, как бы, это 0,8-1 литр на гектар. Вот, при данной дозировке мы получаем очень большое количество тибуканазола на, соответственно, на гектар, и этот тибуканазол может у нас играть роль ретарданта, да, то есть, роль изменить архитектуру как раз-таки строения самого куста, самого растения. Еще раз, общее сведение, то есть, что здесь хотел показать данным слайдом? Хотел показать, коллеги, это срок ожидания, то есть, кратность обработки. Обращайте, пожалуйста, на это внимание, потому что сегодня нам Олюмина Михайловна про Цербер рассказывал, да, что на это тоже будут обращать внимание. Вот, у Амистара Экстра срок ожидания, то есть, это 56 дней официально зарегистрированный, у кустодии это 30 дней, то есть, это для чего нужно? Это необходимо для того, чтобы ваши семена, получается, рапсы, которые вы будете продавать, например, куда-нибудь на экспорт, будете отправлять, чтобы там не находились именно остаточные действия того или иного продукта, да, то есть, как бы, как бы, например, получилось с теми таксамом, 86 раз превышение, то есть, я думаю, что у коллег, скорее всего, была какая-то проблема, и они уже прям перед уборкой, скорее всего, отработали продукты, содержащие теми таксам, и потом эти же семена сразу же экспортировали, вот, чтобы вот таких проблем не было, то есть, вот на это стоит обращать внимание, сроки ожидания и кратности обработать, что касается, когда и в такую фазу применять, если мы с вами понимаем, что у нас, у нас сортовой, сортовой получается, рапс, да, то есть, как бы, агротехника, удобрения мы внесли, то есть, как бы, нацелен на получение, хотя бы, там, 20 и выше урожайности, соответственно, это однократное применение препарата Кустодия, либо однократное применение препарата Мистар-Экс, когда лучше Кустодию, Кустодию лучше все-таки применять, когда у нас ложномычистая роса, да, будет присутствовать, и более ранние пазы, для того, чтобы как раз-таки получить эффект ветвления, а Мистар-Экс-Экс лучше использовать перед бутонизацией для более лучшего контроля как раз-таки по склеротиниозу, потому что данный продукт обволакивает стебель листья, да, и не дает как раз-таки грибу прорасти внутри пазухи, как раз-таки, где у нас падают листья, листья цветения, где собирается влага, где идеальные условия для прорастания грибы с клеротиния. Что касается двукратного применения, да, если вы уже вышли на более высокий потенциал и понимаете, что вы положили удобрение, то есть, как бы, чтобы получить там 30-ти выше, что вы выбрали какой-нибудь гибрид, который именно в ваших условиях, то есть, как бы, может дать этот урожай, вы выстроили правильную систему защиты от предителей, то здесь лучше всего подойдет двукратное применение, то есть, как бы, препаратам Кустодия в более раннюю фазу, для того, чтобы, если вдруг у нас будет ЛМР, ложного чистого роста, либо для того, чтобы распустить наши с вами растения, и Амистара Экстра, для того, чтобы контролировать склеротению и контролировать как раз-таки тот альтернариоз, который может дальше развиваться. что касается Амистара Экстра, помимо и препаратов, к примеру, Кустодия, так как они содержат азоксистрабин, то есть, как бы, мы его называем это технологией Амистар, мы можем получить, помимо того, что хорошую, качественную защиту от грибных заболеваний, мы можем получить физиологические аспекты, физиологические моменты, которые дают, то есть, как бы, это как раз-таки, на примере вы можете посмотреть, здесь вот обрабатывали продуктом Амистара Экстра в дозировке 0,75 однократно и по выходу как раз-таки масла семянок мы видим, что как выглядит, во-первых, масса, визуально, да, мы видим массу, разницу в массе и по количеству выхода именно масла семянок именно в самих зерновых стручках, то есть, как бы, это 27 процентов. Это не только защита от заболевания, а это именно физиологические эффекты, которые способны стройбилурина, да, то есть, это уменьшение гормона этилена, это синтез нитрат рептуаза, то есть, потребление, вернее, переработка азота, да, окисления и, соответственно, потребление влаги, которая у нас есть, то есть, за счет вот этих физиологических мощных действий, то есть, мы можем получать не только защиту от заболеваний, но и физиологические прибавки. Несколько примеров, да, то есть, как бы, сортового рапса из Тюменской области, это 20-й год, то есть, мы можем визуально наблюдать, более темными окрашенными грибами и, соответственно, обработка места рейса, то есть, мы видим, что рапс еще стоит, то есть, как бы, начинает, идет созревание полностью, то есть, как бы, сам рапс созреет в тот вегетационный период, сколько он должен предназначен жить, то есть, как бы, не будет затягивания вегетации, то есть, как бы, он помогает растению реализовать свое именно физиологическое состояние, то есть, именно тот вегетационный период, который был заложен в него селекционером. Примеры 20-го года Свердловской области можно посмотреть, как выглядел контроль без обработки, когда в условиях эпифитотии, когда болезни распространялись, когда посев был слабый, питания было не такое большое количество. И когда мы обрабатывали амистаром экстра, то есть мы видим, какой процент распространения заболеваний на данном посеве был. Конечно, не у всех так бывает, но такие ситуации бывают. В начале, перед входом, вы видели ролик, где я рассказывал с полевого города, в этом году с Барнаула, результаты применения препарата кустодия, результаты применения препарата амистара экстра. Есть пара фотографий, получается, как выглядит контроль, как выглядит препарат кустодия в дозировке 1 литр. О чем я говорил, тембуконозол отработал здесь как архитектор, как ретардан, он раскустил наше строение, изменилось. За счет этого на каждой веточке образовались дополнительные стручки и, соответственно, позволило получить дополнительный урожай. Здесь пример тоже с полевого города, то есть мы можем посмотреть, как выглядит контроль уже перед уборкой, там было еще начало сидения и, соответственно, можно посмотреть на урожайность. По этому году урожайность у нас на полевом городе в Барнаул составила разница в районе 5 центнеров, то есть 5 центнеров на текущую стоимость, как нам сегодня показывали, это 871 доллар, кто правильно ответил, рабство. То есть это достаточно большие, скажем так, большие дополнения к заработу, которые можно получить на яровом рапсе в условиях Сибири, в условиях Урала. Вот. И хотелось бы еще немножко остановиться, то есть как бы Ольга сегодня показывала нам с вами портфель. На самом деле в Сингенте есть и продукты для контроля сорной растительности, такие продукты, как Физелад Порта, такой продукт, как Лантрел Грант, либо Дуал Глок. Все будет зависеть от того, от технологии, да, то есть как бы от того, а торт гибрид, то есть что для вас более ближе. То есть тут можно выбрать различные варианты именно гербицидной защиты. Также есть препараты для защиты семян. То есть те, скажем, хозяйства, которые у вас делают сортовой рапс, да, то есть могут выбрать из трех продуктов, что им будет более подходящее. Либо вы, когда выбираете, к примеру, какие-то гибриды, да, то есть обращайте тоже внимание, то есть как бы большинство гибридов, они уже идут обработаны. В частности, если брать компании, производящие, соответственно, гибриды рапса, зачастую большое количество у них обработано, уже идет зачастую крузер рапсом, этим продуктом, то есть который защищает и от заболеваний, и от вредителей. Вот, и, соответственно, как бы институты, про которые говорили, и десиканты. Десиканты, то есть в нашем портфеле официально зарегистрировано два, это реглон форта, реглон эйр, которые позволяют вам именно правильно выстроить конвейер, уборочный конвейер, да, чтобы не дать, соответственно, рапсу осыпаться, вот, и подготовить его более тщательно, конкретно к уборке. Поэтому это вот такой вот у нас портфель, как Ольга говорила, что регистрация препарата Амплиго, она немножко сдвигается, да, она сдвигается с 23 на 24 год, но я думаю, что мы каждый год работаем над портфелем и пытаемся усовершенствовать его для того, чтобы по максимуму его вам предоставить, и максимум этот портфель защищал от всех видов проблем. Ну и, соответственно, традиционный вопрос от всех спикеров, я тоже подготовил вопрос, напоминаю, третий правильно ответивший, соответственно, получит памятный сувенир от компании Сингента. А вопрос звучит следующим образом. Самое распространенное заболевание ярового рапса в условиях Урала и Сибири. Мы вообще в Сингенте года два назад занимались этими вопросами, я думаю, в этом году немножко занимались, в следующем году мы еще более детально будем заниматься. Мы делали исследования, мы проводили, собирали образцы с разных территорий, это была и Тюменская область, и Омская, получается, и Красноярский край, и Новосибирск, и Кемерово, и Алтай. Мы собирали образцы рапса и смотрели, отправляли в Краснодарский институт масличных культур и смотрели, какие заболевания есть. И вот это вот самое распространенное, оно встретилось везде и всегда. То есть те заболевания, кто-то их видел, кто-то не видел. Вот, например, та же склеротинья, она способна поражать достаточно большое количество культур, и здесь четко нужно понимать, выстраивать свой севооборот, но она была не везде, она была не во всех территориях, не во всех областях. То есть именно там, где, к примеру, превалировал подсолнечник в большом количестве, либо там, где кто выращивал сою, там она встречалась. В других территориях, где этих культур нет, ее было в разы меньше. То есть они встречались только в тех хозяйствах, которые уже достаточно давно возделывают, либо превысили, к примеру, тот процент доли рапса в севообороте. Вот тогда она, соответственно, встречалась. Если у вас есть еще какие-то вопросы, пишите в чат, я постараюсь на них ответить. Пока ждем победителя, кто отгадал тот вопрос, который я задумал, вернее, заболевание, которое я спросил в данном вопросе. И, соответственно, хотелось бы сразу же еще раз проговорить, что в марте мы, скорее всего, будем проводить школу фитопатолога по рапсу, потому что мы ее разработали, проработали с учеными, проработали внутри компании для того, чтобы уже более досконально, более, скажем так, правильно, грамотно и четко преподнести вот эти вот все аспекты по развитием заболевания, по вредителям, по борьбе с органами растительности. И это нужно действительно посетить целый день, потому что материал достаточно большого количества, и этот материал, он для вас будет очень ценен. Поэтому, если у кого-то будет, скажем, желание присутствовать, да, просьба связываться с нашими сотрудниками, с нашими менеджерами в ваших областях, для того, чтобы они составили списки, и мы вас постараемся обязательно пригласить на этот, скажем, на эти обучающие мероприятия. Мы все еще пока ждем, а, все, у нас уже есть ответ, да, то есть это Нурлан Сирикович, извиняюсь, если я неправильно отрешал ваше отчество. Нурлан, просьба связаться с Анастасией Бариновой для вручения памятного приза. С вами я на этом хотел попрощаться, сказать спасибо большое за внимание, спасибо за то, что вы, кто-то уделил один день, кто-то уделил два дня нашим традиционным мероприятиям, это сибирские узоры онлайн. Поэтому мы ждем вас снова на те мероприятия, которые мы будем проводить в режиме онлайн, и также на те мероприятия, которые мы будем собирать в режиме офлайн, если это так можно сказать, лифтом к лицу, чтобы пообщаться, вот, и узнать что-то нового, что есть у нас в компаниях, и какие технологии пришли, скажем, в этот, в этом году в Россию, в наши непосредственно районы, области, края. Поэтому всем большое спасибо, всем до свидания.